Пристегнись сам и пристегни ребенка. Так гласит одно из непреложных правил дорожного движения. По данным ГИБДД, с начала года в Московской области зарегистрировано 167 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. И треть из них связаны с детьми и пассажирами. Татьяна Сергеевна, в Дельцовском районе проводится у нас сегодня операция детское кресло. Знаете, как перевозить детей? Конечно. Вот смотрите, давайте вместе еще раз с вами повторим. В ходе операции детское кресло автоинспекторы напомнили водителям, что применение специальных удерживающих устройств является непременным условием безопасности ребенка в дороге. Мы сегодня проводим профилактическое мероприятие детское кресло. Оно проходит у нас еженедельно. Данное мероприятие направлено на пресечение водителей, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств или не пристегнутый ремнем безопасности. Практически у всех родителей автомобилистов имеется в машине автокресло. Но зачастую многие пренебрегают правилами и не используют его, замечает старший лейтенант полиции Дмитрий Журин. Ну, конечно, попадаются такие же водители, которые совсем нету специальных удерживающих устройств и они принципиально не покупают данное устройство. Все отговорки банальные. Либо материальное положение трудное, либо просто какие-то свои мотивы. Однако не стоит забывать, стоимость автокресла не соизмерима с ценностью жизни и здоровья малыша. Обеспеченность на дороге может привести к необратимым последствиям. Мы очень много передвигаемся на машине с ребенком, у меня всегда в кресле и всегда пристегнут. Я считаю это очень важным и безопасным. Это мой ребенок, я дорожу его жизнью. Инспекторы ГИБДД провели профилактическую беседу с водителями и вручили памятки о правильной перевозке детей в транспорте. А юным пассажирам подарили специальные значки со светоотражающим эффектом. Хочу сказать родителям все-таки пусть пристегивают своих детей. Это их здоровье, их жизнь, их небезопасность. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.